Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за возможность выступить на этом совещании. К сожалению, у меня не получилось присутствовать сегодня с вами, поэтому я буду представлен так вот удаленно. И Анна Юрьевна рассказала о диагностике и лечении первичных иммунодефицитов. Моя же задача остановиться на способах коррекции вторичных иммунодефицитов. Вторичные иммунодефициты можно определить как группу приобретенных синдромов, при которых иммунная система не способна эффективно инактивировать или уничтожать возбудителей инфекционных заболеваний. В основе либо фоновая болезнь, либо воздействие. Этим воздействием может быть химия, лучевая терапия, ожоги, стресс, недостаточность питания и другие факторы. Основным проявлением вторичных иммунодефицитов являются, конечно, инфекции, которые возникают часто, протекают долго и являются необычными по тяжести. В нашей практической деятельности мы почти не занимаемся устранением вторичного иммунодефицита. Если мы этого не делаем, то такой пациент, вдумайтесь, имеет высокий риск. Во-первых, конечно же, развитие угрожающей жизни бактериальных инфекций. Во-вторых, рецидивирующих инфекций, завершающихся необратимыми изменениями. Например, пациент с хроническим лимфоликозом, у которого рецидирует пневмония, и дело заканчивается фиброзированием легочной ткани и развитием корнификации. То есть развитием проблемы, которая может быть устранена только с помощью резекции части легкого. По-другому никак. Наконец, это тяжелые инфекции синусов и желудочно-кишечного тракта. Это, конечно, реактивация герпетической инфекции, что может происходить в наших пациентах неоднократно. Это и более тяжелое течение распространенных инфекций, и развитием аппаратонистических инфекций. Диагноз вторичного иммунодефицита, вернее, вторичные иммунодефициты, также многообразны, как и первичные. И речь идет о самых разных аспектах. Но, в общем-то, в обычном понимании это все-таки дефицит антител. Это частые инфекции, в том числе при нормальном уровне иммуноглобулина G. Это снижение уровня иммуноглобулина G менее 4 грамм в литре. Это низкий уровень иммуноглобулина А и иммуноглобулина М. И еще одна вещь, которая появилась в современных рекомендациях по профилактике лечения инфекций у больных с опухолями, это отсутствие адекватного антительного ответа на пневмококковую вакцину. Для того, чтобы оценивать этот параметр, вам необходимо, во-первых, провести вакцинацию, и, во-вторых, иметь возможность оценить эффективность этой вакцинации, то есть посмотреть специфические антитела против пневмококков у данного пациента и обнаружить, в достаточном ли титре они выявляются после вакцинации. У нас пока такой возможности нет. За рубежом эта практика уже распространена. Естественно, что природа иммунодефицита при хроническом лимполикозе значительно шире. То есть это комплексный дефект, касающийся и B-клеток, и T-клеток, и цитокинов, и комплимента, и нитрофилов, и макрофагов. То есть это значительно более распространенное понятие. И также здесь мы должны понимать, что кроме того влияния, которое хронический лимполикоз оказывает на иммунную систему, вызывая ее недостаточность, есть еще масса других факторов, которые свойственны пациентам с онкологическими заболеваниями вообще, которые также влияют на иммунную систему и ослабляют ее. Это и возраст, и гериатрические синдромы, это и нитропиния, мукозита, инфекция, ассоцированная с опухолями, это и различные сопутствующие заболевания, в частности почина, недостаточность и так далее. Инфекции являются причиной смерти у 10-25% больных хроническим лимполикозом. Я здесь имею в виду ситуацию, когда инфекция является ведущей причиной смерти. То есть если бы мы справились с инфекцией, то этот пациент мог бы жить. В эти 10-25% не входят пациенты с терминальными фазами развития хронического лимполикоза, когда у пациента нет шансов, если мы даже временно справимся с этой инфекцией, то все равно прогноз крайне неблагоприятный. Таким образом, мы, занимаясь профилактикой и лечением вторичного иммунодефицита, мы потенциально можем спасать 10-25% больных хроническим лимполикозом. При хроническом лимполикозе высокая частота инфекции обусловлена, естественно, иммунодефицитом, свойственной этой болезни, а также проводимой терапией. Есть прямая связь между давностью болезни и отрицательными прогностическими факторами. Естественно, это мы хорошо все знаем, что при рефракторном течении хронического лимполикоза инфекции возникают чаще. И в эротаргетных препаратах, я об этом говорил и на прошлом заседании, и хочу подчеркнуть это сейчас, что в эротаргетных препаратах борьба с инфекциями приобретает особое значение. Попытаюсь показать вам почему. Под нашим наблюдением в настоящее время находится 233 пациента с хроническим лимполикозом. Характеристика этих пациентов представлена на этом слайде. Вы видите, 150 мужчин, 82 женщины, разброс от 65, вернее, медиана возраста 65 лет, разброс от 32 до 91 года, 30% больных имеют делекцию 17П, и 43% пациентов получали эротенип в качестве четвертой линии терапии. На кривой, кривая характеризует общую выживаемость этих пациентов. Если мы посмотрим на структуру смертности наших пациентов, то здесь я бы хотел обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, это наблюдательное исследование. То есть мы просто лечим пациентов и хорошо следим за ними. Поэтому мы назначали эротенип в том числе пациентам, у которых уже была диагностирована известная другая опухоль, либо эта опухоль могла развиться через какое-то время на фоне терапии. Таким образом, смерти от вторых опухолей составляет в нашей выборке 25%. Это на самом деле общая закономерность. То есть смертность непосредственно от хронического лимфоликоза снижается, в то время как смертность от вторых опухолей возрастает. А вот инфекции, как ведущая причина смерти, случились у 15% больных. Поэтому это очень серьезная проблема. Если бы мы справились с этими инфекциями, имели бы возможность справиться с этими инфекциями, то эти пациенты потенциально могли бы жить. Какие это инфекции? Сначала я хотел бы остановиться на тяжелых инфекциях. Вы видите здесь, что наиболее тяжелые инфекции были пневмония в сочетании с сепсисом, пневмония, аспергиллоз легких, лихорадка на фоне нейтропении. Здесь показана их частота развития у 233 пациентов, которые наблюдаются более года. А здесь представлена частота на 100 пациентов месяцев. Что это означает? Пневмония плюс сепсис 0,2. Это означает, что если мы с вами лечим 100 пациентов на протяжении 5 месяцев, то у одного из этих пациентов случится аспергиллоз легкого. Частота пневмонии 1,4 на 100 пациентов месяцев. Это означает, что если мы с вами лечим 100 пациентов на протяжении 2 месяцев, то у трех разовьется воспаление легких. То же самое касается остальных показателей. Аспергиллоз легких это 0,17 на 100 пациентов месяцев, лихорадка на фоне нейтропении 0,4 на 100 пациентов месяцев. И это, естественно, связано с частотой, непосредственно связано с частотой возникновения нейтропении на фоне лечения и брукнибом, которая невелика. Инфекции легких верхних дыхательных путей и лор-органов. Это частое событие. Частота его 4 случая на 100 пациентов месяцев. То есть из 100 пациентов, которых мы лечим в течение 1 месяца, у 4 разовьется такое событие. Инфекции желудочно-кисочного тракта и мочеводящих путей. ЖКТ это 1,6 на 100 пациентов месяцев. Мочеводящие пути это 1 случай на 100 пациентов месяцев. И, наконец, с кожей и мягких тканей. У нас на первом месте по частоте это верхние дыхательные пути и воспаление легочной ткани, пневмония. А на втором месте по частоте это инфекции кожи и мягких тканей. Это 2 случая на 100 пациентов месяцев. И, соответственно, здесь ведущей проблемой является герпес-симплекс, конечно, и пиодермия для лечения, для ибрутиниба характерны различные проблемы с кожей. Но дело в том, что герпес-симплекс очень часто осложняется присоединением вторичной флоры. Поэтому это то, на что мы должны обращать внимание. Поэтому эти события здесь объединены. Если говорить о частоте инфекции во времени, то частота наиболее высока в первые 2 месяца. В первый месяц инфекция развивается у 30% больных. Начиная с 3 месяца частота инфекции колеблется. Она сравнительно постоянно. И она колеблется в пределах от 6 до 15%. Если мы говорим о всех инфекциях, которые могут возникать у этих пациентов. Мы посчитали, какие исходные параметры коррелируют с вероятностью развития тяжелых инфекций. Инфекции 3-4 степени тяжести. Оказалось, что исходный уровень нитрофилов не имеет никакого значения. Равно как и исходный уровень моноцитов также не был важен. Самым главным параметром, определяющим вероятность развития инфекции, является число линий терапии в анамнезе. Так, у пациентов, которые получали ибрутнип в качестве первой, второй и третьей линии, кумулятивная частота инфекции к 12 месяцу составляла 20%. В то время как у пациентов, которые получали ибрутнип в качестве третьей, четвертой, пятой и последующих линий, кумулятивная частота инфекции составляла 40%. В два раза больше. Вот это, пожалуй, самый главный фактор. Все остальное, я показал моноциты, нитрофилы, стадии и другое, все не имело большого значения. Некоторое время назад мы стали системно вакцинировать наших пациентов до начала терапии брутнипом в тех случаях, где мы имеем возможность это сделать. То есть речь идет о пациентах, которые могут подождать хотя бы месяц-два и провести вакцинацию. Вакцинация до сегодняшнего времени была проведена 25 пациентам. Эти пациенты причем получали как преминар, как 13-ти валентную вакцину, так и пневмовакс, то есть 23-х валентную вакцину. Несмотря на то, что период наблюдения еще очень невелик, кумулятивная частота инфекции к 12-му месяцу составила 32% в группе без вакцинации и 10% в группе вакцинации. Я не думаю, что эти различия недостоверны. Это обусловлено небольшим числом пациентов в группе больных, получавших вакцинацию. Но я думаю, что есть еще один важный фактор, который заключается в том, что если мы могли сделать вакцинацию, значит пациент мог ждать. Значит ему не требовалось немедленное значение брутиниба и фактор селекции несомненно здесь присутствует. Но во всяком случае первый опыт интересен и это необходимо продолжать дальше, необходимо продолжать вакцинировать наших пациентов всех по возможности в расчете на то, что эта мера позволит нам снизить частоту инфекции у пациентов, получающих таргетную терапию. Поэтому завершая вот эти данные, мне бы хотелось отметить, что необходимо дальнейшее исследование эффективности вакцинации пневмококковой вакциной. Наверное мы будем рассматривать вакцинацию и другими вакцинами, в том числе антигемофильной вакциной. Всем пациентам, получающим брутниб в качестве второй или последующей линии, показано проведение профилактической антибактериальной терапии. По крайней мере в первые три месяца, когда частота инфекции наиболее высока. И вот тут, конечно, возникает вопрос, собственно, что можно предложить этим пациентам. Очевидно, что это должен быть код ремоксозол, это универсальная рекомендация. То есть подавляющее большинство пациентов, которые получают брутниб в третьей линии, уже подходят по умолчанию в категорию больных, которым показано профилактическое назначение код ремоксозола. Очевидно, что это балкалатрикс с учетом очень высокой частоты возникновения как опоясывающего лишая, так и инфекции, вызванной вирусом простого герпеса. Но, наверное, должен быть здесь добавлен и антибиотик широкого спектра. Какой препарат, это вопрос, который мы должны обсуждать отдельно. И, наверное, мы договорились с Вадимом Вадимовичем, что этот вопрос мы обсудим. Наши современные рекомендации говорят, что антибактериальная профилактика может проводиться целым рядом препаратов. Но, прежде всего, упор делается на фторхиналоны, это цифрофлоксоцин и леволофлоксоцин. Роль заместительной терапии внутривенным иммуноглобулином требует отдельного исследования в этой категории пациентов. И, наконец, обратите внимание, 4 случая на 100 инфекции верхних дыхательных путей и пневмонии. И 2 случая на 100 пациентов месяцев кожных инфекций. Поэтому, конечно, необходимо обращать особое внимание на уход за кожей. Но, в частности, пациент, наверное, как минимум, должен ежедневно обрабатывать кожу мерамистином, который он получает ибрутенип, по крайней мере, на протяжении первых 6-12 месяцев. Какие существуют варианты профилактики инфекции? Это, конечно, ограничение контакта с возбудителями, назначение антибиотиков, профилактическая, вакцинация и назначение заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами. Я дальше хотел бы остановиться на, в основном, на заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами, на коррекции гипогаммоглобулиномии, которая является крайне распространенной у больных хроническим лимфоликозом. И это то, на что мы в реальности можем воздействовать. Я сначала хотел сказать несколько слов о клинических исследованиях внутривенных иммуноглобулинов и более подробно остановиться на двух исследованиях. Это ПИЗА и ЭПИКУР. Заместительная терапия внутривенным иммуноглобулинам исследуется очень давно. И в большинстве исследований говорится о том, что это лечение приводит к снижению частоты инфекции. Но почти нигде не показано увеличение общей выживаемости. Может быть потому, что общая выживаемость в данном случае не является главным и показателем, и показателем, который адекватно демонстрирует нам эффективность этого лечения. Но в большом обзоре, в котором проанализированы результаты многих клинических исследований, показаны, что, во-первых, у пациентов, получающих поливалентный иммуноглобулин в качестве профилактики в сравнении с плацебо, достоверно снижалась частота документированных инфекций и тяжелых инфекций. И в том, в другом случае данные свидетельствуют в пользу применения внутривенного иммуноглобулина. Хочу остановиться на исследовании ПИЗа. ПИЗа – это большое исследование, куда включались пациенты как с первичным, так и со вторичным иммунодефицитом. Причем пациентов со вторичным иммунодефицитом было много – 847. Из них 352 пациента с хроническим лимполикозом, 108 пациентов с множественной меломой. В этом исследовании доза назначаемого препарата могла определяться лечащим врачом. Пациенты получали 200 мкг на килограмм один раз в 4 недели. То есть получали они препарат в дозе ниже рекомендуемой. Но даже несмотря на это, частота развития инфекционных осложнений достоверно снижалась. Если мы сравниваем группу пациентов до терапии и сравниваем пациентов, которые находились в процессе заместительной терапии октагаммом, то увидим, что происходит достоверное снижение всех инфекций. И прежде всего снизилась частота тяжелых инфекций верхних дыхательных путей. Ее частота снилась на 65%. При этом частота нежелательных явлений составляла менее 0,5% при использовании препарата октагамм. И второе исследование, на котором я хочу остановиться, это исследование ЭПИКУР. Это также большое исследование, которое проводилось в 30 центрах во Франции. Суммарно было включено 238 пациентов, но 231 пациент удовлетворял критериям включения. И вы видите на этом флайде распределение пациентов по нозологическим формам. 36% больных имели хронический лимфоликоз, 27% пациентов имели множественную мелому, другие нозологические формы. И сравнение проводилось у тех же самых пациентов. Частота инфекции анализировалась в течение 12 месяцев до включения в исследование и в течение 12 месяцев во время проведения этой терапии. Так вот, при сравнении этих двух групп общая частота инфекции снизилась, но недостоверно. А вот частота инфекции, которая требовала назначение антибактериальных препаратов, снизилась почти в два раза. Частота инфекции, которая требовала назначение внутривенных антибиотиков, снизилась более чем в два раза. И частота инфекции, требующей госпитализации, также снизилась достоверно. Поэтому мы видим, что заместительная терапия внутривенным иммуноглобулином действительно эффективно снижает частоту инфекций и, прежде всего, опасных, угрожающих жизни инфекции. И в последней части своего выступления я хотел остановиться на некоторых практических вопросах применения внутривенных иммуноглобулинов. Кому же показана заместительная терапия внутривенными иммуноглобулинами в соответствии с современными рекомендациями? Это пациенты с рецидивирующими или тяжелыми инфекциями, то есть пациенту, у которого произошла одна тяжелая инфекция или две тяжелые инфекции на протяжении 6 месяцев, то есть больше третьей степени тяжести. Это пациенты с уровнем иммуноглобулина G, менее 5 граммов в литре. И в рекомендациях по профилактике инфекции пациентов с опухолимерия предлагается поначалу проведение профилактической антибактериальной терапии в течение трех месяцев и назначение иммуноглобулинов, если она оказалась неэффективна. Этот клинический параметр, я думаю, он обусловлен такой особенностью. Во многих случаях в солидной онкологии пациент получает лечение временно и проблема с его опухолью решена. Пациент получает терапию по поводу рака молочной железы, адъювантную терапию, опухоль была удалена, адъювантная терапия проводится, и эта адъювантная терапия вызывает у него иммунодефицит, и этот иммунодефицит будет, естественно, длиться краткосрочно. То есть он может продлиться 3-6 месяцев, может быть, 12 месяцев. Поэтому в таком случае пациенту совершенно не обязательно проведение заместительной терапии внутривенным иммуноглобулином. Таким образом, в таком случае, наверное, разумно применение профилактического использования антибиотиков для профилактики в первую очередь, а не дорогостоящего внутривенного иммуноглобулина. Мы подразумеваем, что это временный дефект. В нашем случае это в большинстве случаев не так. Наши пациенты, как правило, имеют пожизненный иммунодефицит, который может уменьшаться, степень выраженности которого может колебаться во времени. Вот о чем мы с вами говорим. Еще одна рекомендация, которая присутствует сейчас в руководстве по профилактике введения инфекции у пациентов с онкологическими заболеваниями, это то, что заместительная терапия показана пациентам, не имеющим ответа на пневмококовую вакцину. Но для этого, как я сказал в самом начале, вам необходимо, во-первых, проводить вакцинацию, во-вторых, вам необходимо иметь возможность оценивать эффект этой вакцинации. И мы также должны с вами понимать, что все это предполагает регулярное определение уровня иммуноглобулинов. То есть уровень иммуноглобулинов мы должны определять сегодня на момент установления диагноза, после каждой тяжелой бактериальной инфекции и после каждой иммуносепрессивной терапии, как минимум, желательно, конечно, и чаще. Как назначается постоянная заместительная терапия надревенным иммуноглобулином? Она назначается в разовой дозе 400 мг на килограмм, один раз в 3-4 недели. Цель, конечно, заключается в том, чтобы удерживать уровень иммуноглобулина G более 6 грамм в литре. Далеко не всем может требоваться доза 400 мг на килограмм. Мы можем подбирать требуемую дозу в зависимости от уровня. Соответственно, желательно ежемесячное определение иммуноглобулина G перед введением внутривенного иммуноглобулина. И если мы располагаем, скажем, двумя-тремя точками, то мы можем понять, какое количество препарата требуется пациенту, для того, чтобы обеспечить ему адекватный уровень иммуноглобулина G. Заместительная терапия внутривенным иммуноглобулином назначается на год и отменяется, если рецидивов инфекции, тяжелых инфекций нет в течение года. Во многих рекомендациях современных обсуждается возможность проведения вакцинации через 3 месяца после завершения терапии. Имеется в виду опять-таки контингент пациентов, у которых иммунодефицит носил временный характер. И, соответственно, после восстановления иммунной системы, восстановления способности иммунной системы производить адекватный иммунный ответ, решается вопрос о проведении вакцинации. Возобновление постоянной заместительной терапии показано в случае возобновления инфекции. На сегодняшний день на рынке представлено множество лекарственных препаратов, существенно различающихся как по концентрации, так и по используемому в этих препаратах стабилизатору, по осмоляльности, по многим параметрам. И это определяется не только возможностями производителя и условиями производства, но это нередко определяется и нишей, в которой позиционируется данный препарат. Это необходимо понимать. И существуют большие подробные руководства по введению иммуноглобулинов, которые, конечно, наверное, более важны для наших коллег, которые занимаются первичными иммунодефицитами. Мне кажется, что в нашей гематологической практике нам необходимо уделять на внимание нескольким моментам. Пожалуй, что это концентрация, это осмолярность или альсмоляльность и используемый стабилизатор. Концентрация иммуноглобулина должна быть учитываема нами у пациентов, вернее, концентрация и объем. Должна быть учитываема у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и у пациентов с почной недостаточностью. Так, например, если требуется пациенту, который весит 60-70 кг, провести терапию иммуноглобулинов в адекватной дозе 400 мг на килограмм, то значит ему нужно ввести порядка 25 г. 25 г 5-процентного раствора по 100 мл, он должен получить примерно пол-литра. Для человека весом 60 кг застойной сердечной недостаточностью это может быть многое, это может быть перегрузка объема. Поэтому в такой ситуации может быть предпочтительнее использовать более концентрированные растворы внутривенного иммуноглобулина. И наоборот, значит, у пациентов с почной недостаточностью применение, использование концентрированных растворов иммуноглобулина может усугубить, скажем, дегидратацию. Также это нежелательно использовать у пациентов с артериальной гипертензией. Осмолярность или осмолярность в норме составляет около 300 мл в литре. И высокая осмолярность нежелательна в том случае, если у пациента имеются в анамнезе тромбозы, если у него имеется гипертензия, если он переносил инсульт, инфаркт. В таком случае это может быть опасно, поскольку это может провоцировать повторный эпизод тромбоза или другого сосудистого события. И, наконец, стабилизатор. Используется множество разных стабилизаторов. Мы должны понимать, что опасно использовать препараты, в которых в качестве стабилизатора используется сахароза. Их на самом деле уже почти нет. 90% случаев развития острой почвенной недостаточности после введения внутривенного иммуноглобулина было связано с использованием препаратов, в которых в качестве стабилизатора использовалась сахароза. Многие препараты содержат в качестве стабилизатора глюкозу. И в таком случае мы вводим довольно большое количество глюкозы пациенту. И это необходимо учитывать в случае, если у пациента имеется сахарный диабет. И, наконец, мальтоза. Мальтоза потенциально может увеличивать диурез и приводить к дегидратации. Также мы должны понимать, учитывать это в соответствующих клинических ситуациях. Ну и это все, что я хотел сказать в отношении внутривенных иммуноглобулинов. Я хочу также подчеркнуть, что большое значение, наверное, имеет и вакцинация. Всем пациентам рекомендуется проведение сезонной вакцинации антигриппозной вакцины. И всем пациентам необходимо рекомендовать проведение вакцинации пневмококковой вакциной. Эта вакцинация делается сейчас в двойном варианте. Сначала проводится вакцинация 13-ти валентной вакцины, это вакцина Previnar. А через 2 месяца вводится 23-х валентная вакцина. Такой способ вакцинации наиболее эффективен. То есть, например, введение только 23-х валентной вакцины в начале приводит к тому, что ревакцинация менее эффективна. Почему это так? Ответы на этот вопрос мне найти не удалось. А вот наоборот, вакцинация 13-ти валентной вакцины, которая используется в начале, делает высокоэффективной ревакцинацию. И мы хотим, с одной стороны, получить эффективную вакцинацию, с другой стороны, не потерять возможность вакцинировать пациента от как можно большего числа сероваров. Используем поэтому Пневмо-23 в качестве повторной вакцины. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...